Всем добрый день и добро пожаловать на мой канал. В сегодняшнем видео я показываю какие игрушки из фетра у меня, что сделано и что находится в процессе работы. Итак, первое это я сделала вот, сшила вот такую таксу, немножко недоделана, нужно ей сделать носик, нашла игрушки в интернете, как шьют, ну вернее схемки и теперь вот сама перерисовала, сама учусь создавать такие маленькие фантазии, приятные очень для игры маленьким ребятишкам, если, ну и даже для себя приятно посмотреть. Это такса в готовом виде, расположенные они у меня находятся вот в таких маленьких конвертиках, вот она такса и все запчасти для нее, здесь находятся выкройки и также находится уже заготовка из фетра. Следующее это вот такая обезьянка, вот если мы ее увидим и по ней ее увидела я в интернете у девушки в видео, ну там были они немного не такие, меня очень заинтересовало и я решила сшить такую, сама создать такую обезьянку и точно также вот находятся в этом кулечке уже выкройки для того, чтобы смастерить обезьянку, а также и другие обезьянки, ранее я показывала на канале в коробочке находятся вот такие игрушки, такие обезьянки и сова, такие интересненькие они, у меня задумка сделать игрушки такие из фетра на елку, чтобы украсить к новому году, такими игрушками и поэтому нашла в интернете очень много игрушек и сейчас, как появится у меня возможность, я обязательно воплощу в реальность, вот такой слоник, у него лапы будут вот здесь вот присоединяться и его хочу расшить золотом и бисером, вот фетр, но изначально слон у меня будет вот в таком голубом, в синеголубом цвете, вообще-то можно и любой цвет фетры, цветной слон, даже розовый слон, как вот идет вот здесь в мешочке полу, полу готовые медвежата так вот выглядят они, сделала с одной стороны будет он коричневый, с другой стороны вот такой веселенький и в сердечку и немного не продумала, чтобы лапки, но еще сделаю, с этой стороны будет лапка коричневого цвета, а с этой стороны будет лапка вот такого цвета, сердечку желтенькое но пока еще у меня не то состояние, чтобы мастерить игрушки, но обязательно сделаю вот так будет выглядеть медвежонок, можно его одеть, то есть вот изначально, когда украсили его, вот он находится в таком состоянии можно ему сшить платьишко, там или что-то, одежду какую-либо и только затем пришивать лапки вот такие у меня игрушки готовятся ну вернее, если бы, конечно, не то состояние, в котором мы теперь находимся, то они, конечно же, уже были бы доделаны а так остается удовольствоваться, вот у меня из готовых работ вот эта, и она присоединяется, конечно же, вот к этим милым игрушкам и всем до новой встречи очень буду рада комментариям, если кому-то понравится, задавайте вопросы с удовольствием отвечу ставьте пальчики вверх всем до новой встречи пока-пока